Субтитры сделал DimaTorzok Вы слышали хотя бы малейшую просадку по оборотам? Я не слышал, а вы? Когда я смотрю видео от других блогеров, которые рассказывают, насколько крутой кованый вал в той или иной косе, передний редуктор, ресурс мотора, если в нем хромированная поршневая группа, а может быть два кольца на поршне, да, здесь это все есть, да плюс еще двухкомпонентный фильтр, вы посмотрите вообще, как он здесь сделан, вы сейчас просто будете в шоке, покажите мне хоть один триммер с таким же воздушным фильтром. Первый фильтр грубой очистки, а второй идет нейлоновый. Срок службы этого триммера составляет 1200 моточасов. Конечно, можно здесь вникать в какие-то технические характеристики, но кого это все интересует? Интересует, в принципе, три основные вещи. Насколько этот триммер хорошо заводится, насколько сильная вибрация, а насколько он долго вообще проработает. Я вам скажу так, поработав этим триммером, я могу сказать, вибрации на себе я не обнаружил. Будет ли он долго работать или нет, средний сток службы эксплуатации его составляет 10 лет. Если вы его будете эксплуатировать, как написано в инструкции, сноса ему не будет, ведь ресурс его составляет 1200 моточасов. А это просто огромный моторесурс. Он, если его сравнивать, будет такой же, как у четырехтактных моторов, которые работают по 100 часов в год. Хорошо ли он заводится? Да, у него есть пружинка, которая помогает запуску. При определенной сноровке и жена ваша заведет. Я считаю, что это самые главные технические характеристики, а не какие-то там два кольца и поршневая хромированная или нет. Максимальные обороты доходят до 17 тысяч оборотов в минуту. Хватает ли этого? За глаза. Хорошие обороты, могу вам сказать точно. Вибрация? Да нет, я не сказал бы что. Ну, смотри. Вот рука. Когда я взял компанию изимания в руке, я только что ее собрал, я могу точно с уверенностью сказать, коса сделана действительно толково. Слабых мест не я точно не заметил. Производительность просто лютая! Я думаю, я теперь понимаю, почему озеленители пользуются именно этим триммером. 29 900, скажете, дорого, а я скажу, дешево. За такие деньги аналога нету на российском рынке. Когда ее держишь в руках, ну, я тебе скажу точно, это толковая коса. Друзья мои, я вообще на этот триммер не собирался снимать никакого обзора. Но скажу вам заранее, что не так давно я гулял по городу Королева. Смотрю, косят озеленители. Ну, понимаете, да, моя работа не позволяет мне пройти мимо, поэтому я подошел и решил посмотреть, чем они косят. Что самое удивительное, ехал я, ехал, смотрю, косят озеленители. А чем они косят, когда я подошел поближе, я чуть не офигел. Друзья мои, компания Zimani продвигается. Обратите внимание, это Zimani 143 R2. И уже вовсю работают озеленители. Насколько было мое удивление, когда я увидел компанию Zimani, а именно модель 143 R2. Но, друзья, тут я уже не мог обойти мимо и не снять обзор про этот замечательный триммер. Поэтому сегодня я вам представляю компанию Zimani, модель 143 R2, которая весит всего 7 килограмм, но является профессионалкой, которой можно работать, да хоть сутками, и зарабатывать деньги. Которыми ходят и косят все озеленители, как вы можете посмотреть. Сейчас я считаю, что лучше бренда нет. После ухода всяких штилей Husqvar на замену к нам приходит Zimani. А я же ее сейчас хочу вам завести и продемонстрировать. Залили топливную смесь, бензин с маслом, зафиксировали полугаз, праймер нажали пару раз и прям сходу дергаем. И она завелась. Отлично. Сама коса, как и все остальные, имеет центробежное сцепление. Нажимаем на газ, вращается нож. Катушка с леской идет у этого триммера в комплекте. Хорошие обороты, могу вам сказать точно. Я могу одно сказать, эта трава для нее детский сад. Даже неинтересно. Мне кажется, масло нож режет хуже, чем эта коса косит эту траву. Знаете, когда я первый раз распаковал этот триммер, увидел вот этот вот огромный нож, я сразу вспомнил о азиатских стране. Ведь во всех азиатских странах никто лески не косит. Там у всех вот такие вот металлические ножи. Такие же, как и здесь. Огромного размера, широченные. Расходные материалы там, видимо, не воспринимают всерьез. На бензиновые триммеры я делаю достаточно много обзоров. Снимаю, разбираю, кашу ими, тестирую и показываю вам наглядно, чем один триммер отличается от другого. Но, друзья мои, когда я взял компанию изимания в руки, только что ее собрал, я могу точно с уверенностью сказать, коса сделана действительно толково. Слабых мест ее я точно не заметил. Докопаться до нее, ну, единственное, что можно, что мощности слишком много после того, как я поработал. Но мощность, как говорится, никогда не бывает лишней. Сама коса у нас идет на 43 куба. Это замена столь нашумевшего триммера Husqvarna 143 модели. Тире индекс 2. Почему 2? Ну, потому что здесь двигатель и штанга поставляются в двух разных коробках. В комплекте этого триммера идет ранцевый ремень на два плеча, металлический нож, катушка с леской, очень удобная емкость для заправки, естественная инструкция на русском языке и инструментарий для сборки с лейкой. Сейчас все вам покажу. Так, это ремень, который я только что одевал и косил. Такой вот мешок, где есть всякие инструменты для сборки и свечной ключ. Вот такая вот удобная мерная канистра, где делать хорошо двухтактную смесь. Такая коробка с катушкой. Ничего не напоминает вам? Ну, я такие же катушки видел у Husqvarna. Один в один. Лейка, чтобы удобнее вам было заливать готовую смесь. Ну, естественно, инструкция на русском языке. Гарантия на сам триммер составляет два года от производителя. Что я могу сказать смело? А знаете, сейчас почему-то все люди покупают триммеры на всяких разных плейс-маркетах. Яндекс там, не знаю, Озон, пусть это будет Сбер Мегамаркет и так далее. Ну, не выбирайте вы триммер по картинке, друзья мои. Ну, что же вы покупаете всякий шарпотреб, а потом звоните и говорите, во-первых, как им работать, во-вторых, почему он не заводится, а в-третьих, почему он всего отработал год. Ну, потому что вы купили обычный китайский ноунейм с красивым лейблом Америки, либо с красивым брендом, там, не знаю, от японского какого-то производителя, Шедауки. Миллион названий всяких разных. Доверяйтесь хорошим профессиональным фирмам, хорошим дистрибьюторским компаниям, на которые есть не только всякие расходники, но и запчасти. И самое главное, что это действительно профессиональная вещь, которую работают, а озеленители – это очень важный момент. Максимальные обороты доходят до 17 тысяч оборотов в минуту. Редуктор ставит понижающую, увеличивающую мощность. Уже обороты на сам нож составляют около 12 тысяч оборотов. Хватает ли этого? За глаза. Это вещь, которой можно работать, как я уже сказал, круглыми сутками напролет и косить столько, сколько вы сами захотите. Можете деньги ей ходить, зарабатывать. Этот триммер позволяет работать в профессиональных условиях. Коса стоит 29 990 рублей. Именно этот экземпляр мы, конечно же, отдадим с 20% скидкой, так как мы немножко поработали и потестировали его. Сейчас многие из вас мне будут писать в комментарии 43 куба, 29 990, ты чё, ошалевший что ли? Этот триммер можно купить за 10, а может даже за 12 тысяч от вот той-то известной китайской фабрики. Да, конечно, можно купить. Мучиться чтобы. Если вы хотите купить триммер, с которым вы будете, а работать и получать от него удовольствие, это триммер от компании Изимани. Друзья мои, не забывайте про три самых главных характеристики. Соотношение веса, мощности и оборотов. У этого триммера обороты 17 тысяч оборотов в минуту. При 7 килограммах мощность составляет, честно, 2 лошадиные силы. Не как там у всех, 6, 7, а может быть даже 8 лошадиных сил, как обычно пишут и любят писать китайцы. Друзья мои, этим триммером вы будете косить, а не мучиться. Поэтому 10 раз подумайте перед покупкой и покупайте действительно хорошую вещь, а не тратьте деньги впустую. Так, сняли мы нож, одели катушку. Теперь посмотрим, насколько этот триммер хорошо работает с катушкой с леской. Зажигание включили, полугаз зафиксировали. Заслонку воздушную не будем трогать. Опа, завелся. Ну, я думаю, даже по звуку вышли, насколько он оборотистый. Продолжение следует... Вы слышали хотя бы малейшую просадку по оборотам? Я не слышал, а вы? Катушка с леской у нас полуавтомат, делаем удар об землю, она выходит лишняя. Ну-ка, я не понял, а что так заводится-то хорошо, а? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Саня, он просто зверь, я тебе серьезно говорю, это зверюга. Саня, он просто зверь. Покажи, где что скостить, а? Где заросли погруще? Я хочу им все скостить. Производительность просто мутая. Я думаю, я теперь понимаю, почему озеленители пользуются именно этим триммером. 29 990 дорого, скажете вы? Дешево, скажу я. По таким техническим характеристикам аналогов на рынке нет. Приезжайте к нам в магазин, возьмите в руки, и вы поймете, ведь добротность ее говорит сама за себя. Наш адрес. Московская область, Пушкинский район, село Тарасовка. Улица Большая Тарасовская, дом 81. Проще всего в навигатор вбить одно слово. Гарденсток вам приведет прямо к нашему подъезду. Работаем мы без выходных каждый день с 9.30 до 19.30. А если вам понравились наши видеоролики, то их можно смотреть не только на Ютубе, также в Яндекс.Дзене, в Рутубе, Одноклассники, ВКонтакте и Телеграме, где нравится, там и смотрите. Видео везде выгружаю одновременно. Если у вас есть вопросы по этому суперкрутому тримму, обязательно пишите в комментариях. А, конечно же, лучше всего приехать и посмотреть ее лично. Всем спасибо за внимание. До свидания, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok